Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы выясним, на какой же ящик лучше всего потратить свои гемы, а параллельно с этим узнаем, какой ящик является самым невыгодным и какой ящик является самым выгодным и крутым на данный момент в игре. Итак, ребят, давайте приступим. Начнем мы, пожалуй, с того, что посмотрим вообще, какие ящики существуют, и нашим первым ящиком, как-то ни странно, будет обычный. В общем-то, его мы можем выбить в быстрых боях, победив три боя, то есть мы можем проиграть-победить, проиграть-победить, в итоге набить три победы, и у нас вот в этом левом столбике появится вот этот вот наш обычный ящик. Его мы можем открыть за 10 кристаллов, либо же по истечению двух часов. Также, помимо этого, можем его ускорить на 30 минут, посмотрев рекламу. В нем содержится, получается, 4 детальки, вам могут при этом выпасть также коробки со здоровьем, с атакой и с энергией, и также на этот ящик вы можете набить три коронки, что в дальнейшем даст вам бонус на детальки, которые из него выпадут. И также хотел сказать то, что из этого ящика иногда выпадают и супер деталь, мне тоже не распадало из этого ящика, я в этом 100% уверен, так что это 100% проверено. Вот, идем дальше, у нас тут супер ящик, который нам также выпадает за три победы в быстрых боях, и уже он открывается за 30 кристаллов, либо по истечению 6 часов. В нем содержится 8 деталек, и как минимум из них одна будет супер деталькой, то есть, получается, в деревянном у нас не написано, что будет как минимум одна супер деталь, но иногда она все-таки падает. А здесь уже как минимум одна супер деталь будет, так что нам может выпасть и две, и так далее, то есть, это все зависит от вашей удачи. Но, как минимум, одна вам точно выпадет, это она будет с бонусом 20, 30, 35, там, ну, сами уже разберетесь с этим. Вот, на него мы также можем набить, получается, три вот эти вот коронки, которые в дальнейшем сыграют неплохой бонус на наши детальки, которые нам выпадут. Вот, так что я считаю тоже, что эти ящики достаточно прикольные. Но сейчас мы переходим к более дорогим. Самый дорогой из всех ящиков это гигантский супер ящик, который стоит аж 600 кристаллов, и из него нам могут выпасть 24 супер детали и как минимум две легендарные детали. То есть, могут выпасть и три, и четыре, все зависит от вашей удачи. Дальше идут супер корпуса, 300 кристаллов стоит этот сундук. И в нем содержится 6 супер корпусов и, как минимум, один легендарный корпус. Дальше идут супер детали, тут как бы 6 супер деталей и, как минимум, одна легендарная деталь. То есть, все как бы, как и с супер корпусами. Дальше идет гигантский супер ящик, который стоит 150 кристаллов. В нем нам могут выпасть 24 детали и, как минимум, две из них будут супер детальками. Ну, теперь давайте мы, в общем-то, возьмем калькулятор и будем считать, в общем-то, какой же все-таки на самом деле самый выгодный ящик. Если честно, я понял то, что в этой игре огромное завышение идет за то, что мне может выпасть какой-нибудь легендарный, я, ну, легендарная деталька, какая-нибудь легендарный корпус. Ну, просто огромная просто наценка за это идет. Но на самом деле, получается, если мне выпадет какая-нибудь супер деталь, я могу ее прокачать до 60% и она будет, ну, всего лишь на 40% уступать, получается, вот этой легендарной детали. Плюс вы не на 100% уверены, повезет ли вам с этой супер деталькой, ой, с этой легендарной деталью или нет. То есть вам может какая-нибудь дрель дурацкая выпасть, ну и тому подобное. Вы сами все это понимаете и не раз, когда вы, допустим, там, лигу заканчивали в первых местах, вам выпадал легендарный сундук и вы понимали то, что там, ну, не очень такие вещи крутые выпадают. В общем-то, давайте разбираться. Здесь у нас есть вот такой вот супер ящик, в котором содержится 8 деталей и одна из них, как минимум, будет супер деталькой. Он стоит 30 кристаллов. Получается, открыв таких 3, мы получаем как минимум 3 супер детали и 24 детальки в общем. Но мы при этом потратим 90 кристаллов. При этом у нас тут еще, получается, есть вот такие вот коронки, которые сыграют небольшим бонусом для наших деталей. А теперь заходим вот в этот вот донатский пункт, где мы смотрим на гигантский ящик. Здесь нам может выпасть 24 детали, при этом как минимум 2 являются супер детальками. То есть, получается, мы переплачиваем, ну, гораздо больше. Мы, получается, можем за такие же деньги открыть, сколько, 5 вот таких вот супер ящиков. При этом за эти 5 супер ящиков мы уже получим не 24 детали, а получается 40 деталек. При этом у нас будут 5 как минимум супер деталей. А здесь мы за эти деньги получаем 24 детали и при этом как минимум 2 супер детали. То есть, это вообще жесткий минус, если мы будем открывать вот этот вот гигантский ящик по сравнению с супер ящиком. Смотрим дальше. Здесь у нас есть гигантский супер ящик. Я на самом деле про него ничего не могу сказать, потому что, видите, то, что здесь могут выпасть 24 супер детали и как минимум 2 легендарные детали. Я вообще не буду рассматривать вот эти легендарные вещички, потому что здесь огромная наценка за легендарные вещи. Я считаю то, что вот эти вот ящики, ну, вообще просто нет никакого смысла открывать, так как вы можете вот эти легендарные детали получить, переходя, ну, этапы в чемпионате и переходя, как бы, лиги. То есть, ну, я считаю то, что вот эти ящики, они слишком сильно завышены. Но если, конечно же, у вас куча лишних кристаллов, то можете на них тратить. А здесь у вас, получается, выпадут 24 супер детальки и как минимум 2 легендарные детали. Но если, ну, так вот посчитать немножечко, то здесь у нас будет 600 кристаллов. За эти 600 кристаллов мы сможем открыть 20 супер ящиков. И у нас как минимум 20 супер деталей будет. А здесь у нас получается 24 супер детали. Но при этом мы получим, ну, просто огромное количество других деталек, если мы будем открывать вот эти вот супер ящики. Ну, конечно же, мы немного потратим времени на то, чтобы набить их. Ну, я считаю то, что, ну, как бы, несложно, если вы хотите достаточно много кристаллов сэкономить и получить как можно больший профит. Про супер корпуса я вообще ничего говорить не буду, потому что это, ну, супер невыгодно. Тут 300, они всего лишь в 2 раза дешевле гигантского супер ящика. Если даже с гигантским супер ящиком их сравнивать, то, ну, они, по идее, даже сами по себе какие-то невыгодные. Если мы 2 таких купим, то нам выпадет 12 супер корпусов и 2 легендарных. Ну, здесь, блин, видите, в 2 раза больше. Ну, несмотря на то, что тут детали, но все-таки покупать супер корпуса и супер детали, это вообще просто, я как считаю, самый просто невыгодный вариант, на который вообще не стоит тратить свои гемы. Я считаю то, что супер ящик вы можете, конечно, купить вот этот вот гигантский. Но если уж слишком много этих гемов и девать вам их вообще некуда, просто здесь могут выпасть легендарные детали, если вы за ними так гонитесь и вам действительно повезет, то тоже будет небольшим таким профитом. Гигантский ящик, если вы не боитесь потратить немножечко времени на набивание вот таких вот, получается, супер ящиков, то тоже не вижу смысла открывать, потому что в профит вы их такой большой не выйдете. А тут еще у нас остался, получается, деревянный, ой, не деревянный, обычный ящик, про который я совсем не рассказал. Здесь у нас, получается, всего будет 12 деталек, и, ну, если мы будем открывать столько же, как вот этот супер ящик. Но, как бы, это не 100% то, что нам повезет здесь супер деталями, они нам выпадут. Но самое прикольное то, что нам вот с этих сундуков, супер ящиков, всегда будут просто практически всегда выпадать вот эти вот коробки с атакой, коробки со здоровьем, коробки с энергией. А вот с этих вот ящиков нам выпадет только по одной коробке. То есть, понимаете, да, сколько профита мы теряем при этом. Если мы будем открывать вот эти ящики, то здесь просто из каждого. Получается, мы же посчитали, мы сможем открыть 5 супер ящиков, при этом получить 5 коробок, там, ну, с атакой, со здоровьем, с энергией. А открыв вот этот вот один гигантский супер ящик, мы и по деталям проигрываем, и по супер деталям проигрываем, да еще и теряем, получается, количество ящиков. То есть, ну, вы понимаете то, что супер ящики, они вообще, по сравнению с этими донатными, они достаточно выгодные. Теперь давайте уже поподробнее посмотрим обычный ящик. В нем как бы 4 детальки, и, если честно, его выгодно открывать только, если вы, допустим, находитесь сейчас на каком-нибудь этапе. Я сейчас на 10, да, и вот если бы я находился на 9, и я набивал просто на каждый бы вот такой вот обычный ящик себе по вот эти вот, как они называются, коронки, то я бы мог получить себе на 4 детали у меня раскидываются вот 3 вот таких вот бонуса в виде звездочки. То есть, я бы мог получить детальки, которые у меня на следующем, ну, этапе вот на военных деталях, например, я бы был на металлических, мне бы выпали на военных деталях, и тогда бы у меня было огромное преимущество перед моими врагами, которые там у меня были в чемпионате. То есть, его именно выгодно открывать, когда вы находитесь на, ну, на последнем этапе именно там металлических деталей, военных и тому подобное. То есть, чтобы получить деталь со следующей, со следующего круга, так будем его называть, вот. В общем-то, я считаю то, что этот ящик именно в этом случае очень-очень выгодно открывать. Но если посудить, то из этого ящика вам тоже, ну, можно сделать такой небольшой профит, если считать то, что из него иногда выпадают и супер детали, и коробки, например, там, со здоровьем, я уже это говорил с атакой и с энергией. То есть, это бывает редко, я честно скажу, вот коробки очень редко с этого ящика выпадают. Сколько раз я его открывал, коробки я не часто замечал, но вот супер детальки выпадают, ну, наверное, в каждом втором, если честно. Ну, мне лично так падает. Вот, так что, ну, неплохо с него, если честно, падает. И если все-таки, как бы, вы будете думать между тем, какие ящики открыть, то лучше вот в этот вот раздел вообще не заходить и просто самому набивать и тратить гемы именно вот таким вот образом. То есть, на ящики, которые вы выбили именно из боя. Ну, то есть, я считаю то, что разработчики опирались именно на то, что, как бы, если вы выбили из боя ящик, то он заслужен более сложно, и из него, как бы, будет, ну, получше награда. Из-за этого вот эти ящики, ну, слишком для ленивых парней, которые не хотят ничего набивать, и, блин, как бы, они сделали в них награду поменьше. Так что, ребята, мы выяснили то, что самый, как по мне, выгодный ящик на данный момент в игре это супер ящик, либо же вот этот вот обычный ящик. А вот эти вот все ящики, которые здесь вот в донатном пункте, они, ну, просто, ну, вообще невыгодны, и открывать их смысла нет. Тут еще вот эти коронки, которые дают бонусы к деталям. Ну, просто, вы, наверное, вот я сколько говорил, вы уж сами, наверное, уже поняли то, что профит получать только вот на этих ящиках, которые вы выбьете из быстрых боях, боев. Ой, что-то я окончание неправильно ставлю. Вот, то есть выбивайте ящики из быстрых боев, и тогда вы сможете нормально так окупиться, получить самый такой нормальный профит, Аня, покупайте вот эти вот донатные ящики, которые не очень-то классно вам принесут какого-то профита. В общем-то, я на этом закончил, ребята, я теперь и для себя понял, какие все-таки ящики лучше открывать. Просто в одном из своих роликов я говорил то, что, типа, какой же ящик лучше всего открыть из этих четырех, и сейчас я сам понимаю то, что это абсолютно невыгодно. Лучше набить вот эти вот ящики, и потом в ролике открыть, я получу гораздо больший профит. В общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, всем огромное спасибо за внимание, удачи и пока-пока.